друзья всем огромный привет добро пожаловать ко мне в гости на парфюмерный канал жаре птица я вам очень рада сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями от знакомства с ароматами бренда dior в том числе с ароматами бутиковой линейки и начну я с самого пожалуй известного аромата этого бренда после мисс dior это жадор жадор переводится как я обожаю я помню как у меня руководитель француз когда ему что-то очень-очень нравилось он прям говорю уже дома и я знаю что у этого аромата очень много почитателей почитательниц но честно скажу я без особого энтузиазма вообще началась с ним знакомиться попал этот сэмпл фирменный ко мне случайно в одном из заказов ранды уву он ко мне пришел ну и уж коль он попался ко мне в руки иначе я бы наверное не подошла к нему потому что уж слишком он распиаренный я помню в парфюмерных магазинах вот этот вот всем известный флакон стоял в таком огромном большом объеме что просто его не заметить было очень сложно я не буду наносить этот аромат на себя кстати скажу что у меня эта версия оде парфам инфини сим и почему не буду наносить потому что для меня это супер цветочный аромат я к сожалению а может быть к счастью не являюсь фанатом цветочных ароматов вот чисто выраженных до цветочных ароматов здесь очень быстрый цитрусовый старт здесь есть апельсин по моему красный бергамот а дальше это все вот прям охапка охапка цветов причем и белых и желтых и солирующая нота здесь не роза хотя роза здесь есть от туби роза это прям очень сладко и в то же время цветочно цветочность это чувствуется и чувствуется именно ноты ландыша и жасмина которые здесь тоже заявлены как нам пишет фрагрантика ну вот честно не моя тема я рада что я познакомилась с этим ароматом но пользоваться им я не собираюсь не планирую у меня один единственный такой туберозный аромат который для меня носибельный это газа от бренда жара бам вот он мне нравится и я прям его люблю нашу очень редко потому что у меня очень мало и кстати я участвую в распивах парфенарнии оксана привет тебе огромный я оставлю ссылку на сообщество вконтакте где оксана распивает аромат и там же рабом от газа есть в распиве не помню выпили его уже или нет я к сожалению пока в режиме ноубай у меня должно случится скоро очень очень важное событие поэтому я пока завязки и показываю я вам ароматы которые давным-давно ко мне пришли давным-давно я их покупала ну и собственно наконец-то мой нос до них добрался и следующие пять ароматов это будут ароматы уже бутиковой линейки в красивых таких очень лаконичных флаконах я вам покажу два от леванта и три миниатюрки и продолжим мы наш обзор с ароматом ванила диорама ванила диорама название говорит о том что это что-то ванильное но не совсем не совсем потому что сейчас я обновлю этот аромат чтобы вспомнить о на блотере да и на мне тоже в принципе вот чем мне нравится люксовые ароматы они вот в большинстве своем как на блотере так и на коже звучат в отличие от нишевых нишевые ароматы на моей коже могут звучать иначе чем на блотере причем далеко не так как на блотере что здесь я слышу это очень такой терпкий пряный даже я бы сказала аромат это точно ванила диорама до ванила диорама очень терпкий то есть здесь ваниль до есть но она все-таки здесь не солирует а солирует здесь по моему но то рома вот алкашечные ноты я здесь слышу и даже какие-то коричные ноты или какао он такой теплый очень обволакивающий не знаю если здесь бальзамические ноты типа смола всяких мир и давайте загляну свой склерозник я обычно перед тем как готовится к обзору и и если это не слепые за тесту то я обязательно заглядываю на фрагрантику выписываю хотя бы какое направление у этих ароматов чтобы уж совсем не опарфиниться перед вами так давайте посмотрим что же это да это пряный ванильный причем ваниль бурбонская кстати такой темненький за счет ванильки жидкости него темного цвета ромовый аромат с нотами какао пудровый и кстати на фрагрантике почему-то пишут пишут что он фужерный но я не считаю что вообще далеко не фужерный аромат его сравнивают шалимар мелисим ванила планифолия но вот к сожалению я с этим ароматом от шалимар незнакомого кстати быстро пропал с полок парфюмарка магазинов а еще вы сравниваете миру от коти и мир от коти у меня был я его подарила не не палитра ароматов привет тебе не на ну я вот не соглашусь что это и мир а потому что мира для меня это шипр а вот это точно ванила диорама это не шипр совсем здесь в том числе и цитрусовые ноты есть апельсин лимон но вот все-таки это ром и какао и ваниль вот такое трио пишут еще что он похож на и нему одража дав да вот тут я соглашусь я знакома с этим ароматом он мне тоже приходил от сони фурмановой софия привет тебе огромный сегодня меня отправлял несколько ароматов за что я очень благодарна потому что один из них мне безумно понравился и я честно говоря хотела бы получить заполучить остаток во флаконе но это уже тоже в следующей жизни наверно будет ну в общем это не простая ванилька это далеко не ванилька это все таки про ром и какао вот такая вот история то есть название здесь ни о чем не говорит а а вот где вот все таки название говорить само за себя это аромат под названием spice blend я его сейчас вам покажу это миниатюра вот в такой вот красивой тубе собственно как и оригинал да то есть большой флакон и вот сам вот такой вот флакончик как вам показать вот так spice blend смесь специй вот здесь вот миниатюра раскручивается она без пульвика что на самом деле меня всегда расстраивает потому что намазом наносить что-то ну очень сложно я не люблю если честно я люблю когда аромат вот прям диффузный он такой распространяется на комнату в комнате в помещении может быть не только в помещении можно орошаться заходить в облако здесь вот приходится все разливать уже все руки у меня ох вот это специевый пряный аромат и по моему если не ошибаюсь здесь тоже есть нота рома они чем-то даже перекликаются но вот здесь название говорит само за себя и здесь очень много действительно специй здесь и черный перец и розовый перец и гвоздика именно пряность и лавр и кориандр и имбирь ну так пишет фрагрантика что слышу я я слышу перец я слышу вот это именно зеленая лавр гвоздику может быть отчасти но и ром я здесь тоже слышу может быть мне уже просто забила нос ванила диорама давайте сверим часы давайте посмотрим что я выписала себе со всеми известного сайта фрагрантика до ромовой коричный корица и ром здесь его кстати в комментариях на фраге сравнивают с даже пишут они сравнивать оля шапра говорят что это оля шанель блю возможно но это точно брутал в миниатюре впрочем как и ванила диорама то есть это два аромата у меня секса для меня если вот ажиадор это все-таки действительно женский до аромат женственный то вот эти два аромат последний который я вам показал это все-таки унисекс ароматы и вот они схожи именно тем что они оба имеют в своем составе ноту рома а вокруг уже все конечно все по-разному замешано но тем не менее они отчасти вот похожи друг на друга следующий аромат который я вам хочу показать давайте уже закончим историю с отливантами это дежурных здесь сейчас обновлю дневная красавица или красавица дня до ой это тоже цветочный аромат и здесь солирующая нота для меня это но то розы причем знаете это вот такая роза я всегда вспоминаю когда я была маленькая я приехала к своей бабушке в гости на лето и она уже в возрасте была она нас не встречала как вот сейчас вот мы обычно да там встречаем в аэропорту своих близких и родных а мы приехали прямо домой мама нас привезла или папа не помню мне было 9 лет и вот бабушка сидела в зале и растирала лепестки розы и делала из него варенье и вот этот аромат стоял по всей квартире это вот прям варенье из роз это сладкий аромат это розный аромат прям про розу и вот с блотера я больше ничего не слышу по сравнению с предыдущими ромовыми ароматами это прям легкий аромат и легче чем тубероза прям в жадор приятный но не скажу что прям вау нет нету такого у меня ощущение от него давайте еще посмотрим что еще там есть в его составе очень много груши как сама груша фрукт как так и грушевое или грушевое мороженое может быть это вот как раз дает сладинку и не знаю что мороженое но то скорее всего ваниль и лактонности не слышу персик здесь еще есть составе его тоже не слышу и честно говоря когда я читала пирамиду что вот везде груша мороженое из груши я почему-то думал что он будет схож с ланкомовским и долем одним из и долей но нет не скажу здесь все-таки розы больше чем груша она появляется вот эта груша прям суперспелая даже переспелая она вот ближе к базе появляется но до базы я обычно не дохожу тяжело вот сравнивают ее вообще этот аромат эту красавицу с ароматом джимми чу концентрация от туалет на больше всего смесь dior о да парфом от 2017 года не знаю я мисс dior и вообще честно говоря не слушала ну вот как-то так не было мне никогда вообще мне не было никогда ароматов dior вот это вот первые шесть ароматов которые вот у меня появились и честно я думаю что это все-таки не мой бренд хотел об этом в конце сказать ну вот видите спали рванула ну и давайте перейдем к следующему аромату этот аромат на русский язык с французского переводится как серебряный лес было даже либо даже здесь судя по названию должен быть древесный аромат вот так вот выглядит миниатюрка соответственно полноразмерно флакон точно такой же в тубе и выглядит он также серебряный лес ну понятно что здесь древесные ноты вот здесь вот есть смолы давайте я его так на себя нанесу чуть-чуть легонечко ароматы полные фламе миниатюрки я вот ими пару раз пользовался то так аккуратно аккуратно я не помню по моему 7 миллилитров они что ли всем с половиной до здесь составе есть но таки париса ягоды можжевельника древесные ноты разумеется снова и мира вот вроде вот все мне в нем нравится цитрусы есть вот это но таки париса она меня отбешивает если честно я честно знала когда я его покупала этот аромат на рандеву кстати напоминаю про скидку 10 процентов от суммы две с половиной тысячи рублей больше по промокодом моим именным 10 птиц и 10 птица один пока не действует еще если хотите можете приобретать используя мой промокод так вот я знала что в этом аромате будет нота кипариса и тем не менее я рискнула почему рискнула потому что до этого у меня было два аромата которые мне тоже нравились это же меня нота кипариса в них все-таки отталкивала и я с этими ароматами распрощалась я говорю про ароматы гутан пари это о да дриен и бланда дриен как бы я там не пыталась течение полутора-двух лет с ними познакомить помог год или полтора даже я вот не два я пыталась что-то там я влюбилась в этот благо дриен когда была в барселоне 2019 году как раз у меня был мой день рождения я все хочу хочу там было 100 миллилитров и я решила что она как бы вести с собой мне просто не дадут контроля и поэтому я думаю ну ладно куплю я его долго искала потом он появился по моему в рифгош купила поносила и четко как-то расстроилась потому что ну вот не могу я слушать ноту кипариса она меня раздражает не пойму чем не пойму вот какая-то сладость не есть и в то же время пряная какая-то вот эта нота что вот я прям никак не могу вот принять ее кстати про ароматы вот про которые я назвала оба до 3 н и о до 3 н у меня тоже есть видео и там даже я своих собак показываю смоедов тоже если не забуду прикреплю в инфобоксе можете зайти посмотреть этих ароматов меня уже нет собственно как и с этим ароматом я хочу попрощаться поэтому если кому-то надо заберите его заберите он хорош но не для меня и последний на сегодня аромат мне кажется это вообще хит среди бутиковой линейки это руш трафальгар тоже миниатюрка розовая жидкость но розовая она не потому что здесь но то розы а здесь красные ягоды и я говорю про про вишню я говорю про малину клубнику даже отсюда он пахнет но опять же ну намазану но вы поняли то что мне все такое настроение оля шпакляк все мне не так все не так что хочется сказать про этот аромат опять же покупала я его вместе с предыдущим только по пирамиде изучив пирамиду ранее я с ним не знакома была как-то я проходила мимо потом когда они исчезли с продаж мне вот вдруг захотелось познакомиться и честно скажу заинтересовала что во первых клубнинка малина да есть еще черная смородина во вторых есть грейпфрут это тоже но там не в ароматах нравится но тоже очень сложная непростая она для меня не все ароматы с ноты грейпфрута все-таки приживается у меня в парфюмерном шкафу некоторых я выселяю и здесь же есть мандарин тоже мне эта нота нравится мускус и сандал по-моему вот мускус точно есть и вы знаете ну вот опять же нету вау-эффекта для меня это далеко не аромат номер один среди ягодных ароматов до среди тех же ароматов с клубникой с малиной все-таки веном инкарнат от стефана умбера лука 777 мне нравится гораздо больше и он остается фаворитом руштров альгар ну да познакомилась успокоилась но честно говоря вот бежать офлаконивать искать добывается статок во флаконе либо целый флакон нет не собираюсь то есть подводя такой небольшой итог обзора да и знакомство самое главное с ароматами бренда dior я могу сказать что все таки аромат этого бренда ну для меня мимо проходящие ну давайте так честно без фильтров почему потому что ни один аромат не разбил мое сердечко соответственно и не разорит мой кошелек чему я тоже рада на самом деле я рада что у меня была возможность познакомиться с этими ароматами благодаря наташи парфюм план благодаря рандеву но собственно на этом я считаю свое знакомство с ароматами бренда dior оконченным и если вдруг вы захотите приютить эти отливанты либо миниатюрки я вам буду благодарна безмерно потому что они у меня будут просто стоять на полочке и пылиться а на этом все берегите себя и до новых историй пока пока